Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире президент Республики Западной Армении и заместитель министра обороны посетили Арцах. При поддержке МИД Бельгии в Доме солдата появится новая операционная. Алиев проводит политику расизма и фашизма в отношении Армении, народа Арцаха и всего армянского народа. Отчет защитника прав человека. В Тигранакерте начались раскопки в пещерах Хиллари, которым 12 тысяч лет. С чудом сохранившись ожерелье Шамшик XIX века из Вана в Аспуракан. Выставка столетия армянской графики в Юмри. Память о жертвах геноцида против армянского народа. Президент Республики Западной Армении Армен Акабрамян и заместитель министра обороны Сурен Шаумян посетили Арцах, где почтили память наших героев, погибших в арцахских войнах. В рамках визита в ближайшее время состоится ряд встреч, о которых мы сообщим вам в следующих выпусках. При поддержке МИД Бельгии в Доме солдата появится новая операционная. Об этом сообщает 1Lure.am. Брюссель выделил грант на строительство современного реабилитационного центра для солдат. Устная договоренность была достигнута в декабре между министрами иностранных дел Армении и Бельгии и сразу перешла в практическую стадию. Алиев ведет пропаганду ненависти и вражды к армянам на государственном уровне. Об этом заявил омбудсмен Арман Татоян, сославшись на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева. В заявлении омбудсмена в частности говорится. Представляю вам цитаты из выступления Ильхама Алиева 13 апреля. У армян извращенная психология. Им нужен хороший врач. Яд армян из диаспоры. Они думают, что весь мир им должен. Самая большая опасность в Армении – это их психология. Это должно измениться, чтобы они поняли, какой трудный урок мы преподали им. Они кажутся самой большой нацией в мире. Думают, что заслуживают всемирной поддержки. Они использовали ложную историю для получения личной и декорпоративной выгоды. Теперь все понимают, что их армии не существует. У них 10 тысяч дезертиров. Это слова президента Азербайджана 13 апреля 2021 года. Его речь основана на ненависти и расизме. Она фашистская. Вызывает вражду между Арменией, Арцахом и диаспорой. Вопреки вышеупомянутым заявлениям правительство Республики Армения в любой период никогда не проводило государственной политики ненависти или вражды по отношению к азербайджанскому народу и простым людям, проживающим в Азербайджане. Защитник прав человека Республики Армения обращает внимание международных организаций, особенно тех, которые уполномочены защищать право человека на эти выступления и политику президента Азербайджана. Раскопки начинаются в пищалах Хилари в провинции Органтии и Гранакерт Республики Западная Армения. Это место, где люди перешли от кочевого образа жизни к осетлому, от охоты к сельскому хозяйству. Место, где были заложены первые основы сельской жизни, которая имеет историю 12 тысяч лет. Тигранакерт – центр Верхней Месопотамии, а Месопотамия – важнейший центр в истории человеческой цивилизации. Это регион где пшеница, ячмени, бобовые впервые были выращены в качестве сельскохозяйственных культур. Согласно исследованиям Министерства культуры и туризма, раскопки продлятся 12 месяцев. В ближайшее время будут проведены работы по включению исторического объекта в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Чудом сохранившееся ожерелье шамшек XIX века из Вана в Аспуракан. Об этом на своей странице в Facebook написал коллекционер уникальных произведений армянского прикладного искусства Гамлет Овсапян. Во время геноцида против армян насильственные депортации с их родиной и массовые убийства армян сопровождались разграблением и уничтожением армянских культурных, материальных и нематериальных ценностей. Во время и после геноцида трофеи в основном покупали иностранцы, работавшие в Турции в то время. Так наши ценности распространились по всему миру. Спустя столетия после геноцида украденные у нас предметы украшают всемирно известные музеи и частные коллекции. К сожалению, в нынешней республике Армении у нас нет хотя бы одного музея, посвященного материальному и культурному наследию исторической родины, в особенности западная ее часть. Несмотря на то, что в архивах исторического музея Армении хранится огромное количество привезенных материалов в Армению иммигрантами. Будем надеяться, что однажды мы сможем по-настоящему оценить реальную ценность огромного культурного наследия, переданного нам нашими предками. И, наконец, осознать важность передачи того, что мы унаследовали будущим поколениям. Финальная экспозиция выставки «Столетия армянской графики» прошла 17 апреля 2021 года в Музее графики «Стиль» в Гюмрии. Выставка была крупнейшей в своем роде в Армении. Было представлено около 400 работ, более 150 художников и скульпторов. Помимо живущих в Армении художников были также армянские художники примерно из 15 стран мира. 15 мая в музее будет предоставлена новая выставка «Возвращение в будущее». Среди видных деятелей армянской классической графики, представленных на выставке «Акоп Коджуян», «Мина Савитисян», «Гарзун», «Крикор Ханджан», «Куары Саян», «Акоп Анинакян», «Анжела Саркисян», «Камони Гарян» и другие. «Стиль» – первый и единственный графический музей в Армении. База данных музеев содержит около 6000 гравюр 17-21 веков, 300 графических газет армянских классиков и современных художников, а также около 350 афиш из советских фильмов. Коллекцию дополняет около 2000 советских коллекций стекла, единственные на простовеском пространстве. Вы можете прочитать полную версию статьи на сайте aravot.am. Уважаемые соотечественники, граждане Республики Западной Армении, представляем вам список мероприятий, посвященных памяти геноцида против армян 24 апреля. 24 апреля 2021 года в субботу состоятся следующие мероприятия с участием официальных лес Республики Западная Армения. Париж в 11.00 собрание перед памятником Комитасу на площади Канады. Лион в 11.00 поминовение перед мемориалом на площади Антонина Понсе. Марсель в 11.00 место встречи перед памятником мать и ее четыре сына в мемориальном парке 12-го квартала. Трагинян в 17.00 перед памятником Армении на Але-Дазе-Мар. Мендельо в 11.00 поминовение перед Хачкаром на площади Армении. Антип в 15.00 поминовение перед памятником Маришу на проспекте 11 ноября. Ереван в 11.00 возле мемориала Геннацида против армянцы Царнака Берта. Даля для вас ансамбль Маргаритнер. Хайкон Тарин Гишеров. Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня все. Желаем вам всего хорошего.